Взрыв Взрыв для меня, для человека, который занимается информационной войной и всем чем угодно, интересен при всем его трагизме, ужасном и отвратительности действий тех, кто это сделал, тем, как именно на это реагирует общество. Вот общество и эксперты реагируют во многом по принципу информационного повода. Мне кажется, что когда для верующих людей души еще пребывают здесь, умерших, а для любого другого человека, когда не высохла кровь в фигуральном и прямом смысле, нельзя делать разговор о теракте поводом для чего-то другого. У меня впечатлило, насколько это стало поводом для обвинения власти, обвинения оппозиции, обвинения каких-то сил, выяснения каких-то вопросов о том, нужны реформы ВВД, ФСБ, не нужны реформы, так это нужно делать по-другому. Где меня изумило то, что где голоса тех, кто что-то может сказать о терроре. Конечно, можно услышать голос представителей классического балета, которые скажут, что если мы не будем воспитывать массу классическим балетом, то будут теракты, а потому нужна такая-то смета большому театру. Значит, нужно говорить о самом теракте, а это значит, что не нужно говорить о другом. Пусть те, кто могут что-то об этом сказать, говорят, другие пусть молчат. Это первое. Второе. Уже сейчас ясно, что нельзя делать. Нельзя, чтобы цифры, сообщаемые обществу, так разнились, чтобы в сообщаемой информации возникали какие-то неясности. Нельзя, чтобы по одним данным мощность взрослого устройства составляла 300 грамм в тротиловом эквиваленте, в другом 3 килограмма. Этого не может быть, потому что это совершенно разные взрывы, и это понимают многие. Вообще, я бы призвал наше ведомство и всех, кто освещает события, поосторожнее оперировать техническими данными, потому что в России много людей, которые глушили рыбу, например, или, как я, занимались горно-взрывными работами. Не надо этих цифр, потому что эти цифры создают ощущение неподлинности информации. А неподлинность информации сразу же используется, сразу начинают раздуваться мифы. Они медленно раздуваются, что это взрывали какие-нибудь, желающие добраться до власти или что-нибудь еще. Но они раздуваются, и раз за разом они будут раздуваться все больше. Нельзя допускать этих ошибок. Это очень важная часть информационной кампании. Будьте точны, будьте объективны, будьте открыты и профессиональны. Теперь поговорим о самом этом событии. Вы знаете, это называется суицидальный террор. Я вижу, как идет разговор о суицидальном терроризме во всем мире. Никогда там, во всем мире, в Израиле, в Соединенных Штатах или где-то, в Индии, никто не говорит так, что, знаете, пученые, побудьте в стороне, а вот мы сейчас собачек натренируем или датчики по запаху взрывчатки найдем. Одни люди ищут собачек и запахи взрывчатки, а другие занимаются суицидальным терроризмом как таковым. У нас этого нет. И это не может быть к дате или по случаю трагического повода. Объясните людям, что такое суицидальный терроризм, терроризм смертников. Объясните, как готовятся смертники, кто их готовит. Есть ли это смертники? Потому что есть ведь три варианта. Первый вариант – это настоящие смертники. Настоящие смертники – это женщина или мужчина, который едет. У нее, соответствующим образом, уложена взрывчатка. Ее не видно, потому что закрыта одежда. И потом она приводит сама в действие это взрывное устройство. Она кончает с собой для того, чтобы уничтожить сколько-то людей. Другой случай – это женщины использовали или мужчины, используемые в темную. Почему в любом израильском, любом другом аэропорту вас спрашивают, не передавал ли вам кто-нибудь какие-нибудь подарки, не просил ли вас кто-то продуктовую посылку привезти. Потому что может быть не продуктовая посылка, а взрывчатка. А человек со стороны радиосигналом приведет ее в действие. И третий вариант существует, когда человек сам бросает эту сумку или что-нибудь, сам же его взрывает. Говорят о том, что это подлинные смертники. Но информацию сообщают настолько противоречивые, что надо понять, так ли это. Ну, например, многие спрашивают, в том числе профессионалы, а почему это произошло на остановках? Ведь в туннелях эффект был бы в десятки раз больше. Почему это сделали оба раза на установках? Если это устройство приводили извне в действие, тогда понятно, почему. А если изнутри, то вопрос о том, что установка должна была на то, чтобы взорваться в туннелях. Это первое. Второе. Ну, там какие-то противоречивые опять данные. Кто-то кричит, что там взрывы происходили на уровне метр шестьдесят. Но метр шестьдесят, даже если она баскетболистка, это шахидка, то это все равно не может быть так. То есть нужна точность. Дальше надо понять, что суицидальный терроризм – это довольно древнее явление, коренящиеся еще в пресловутых экспериментах Хасана Аль-Сабаха, который посылал людей на смерть. Это были старцы города, крайне эсмаилитой. Такая была секта, уничтоженная потом весьма свирепа монгольскими завоевателями. Но эта секта действовала, и она воспитывала очень долгое время в основном мужчин, хотя и женщин тоже. Им внушались определенные вещи, это была сложная психотехнология. Потом это затихло. Нельзя сказать, что это только ислам. Японские хамикадзе, там Тигры Томилоламо, такая есть организация на юге Индии, в Ционе действующая. И эту организацию использовали женщин и мужчин для этих взрывов. Сейчас это приобретает очень опасный уклон, странный, который мы называем постмодернистским. Например, дети вдруг погибшие в телероликах рассказывают, какие замечательные аттракционы на том свете для тех, кто детьми-шахидами взорвется. Дети-шахиды — это новая тема. Есть женщины, которые пытаются взорваться вместе с грудными детьми, часто европейки, которые перешивали в ислам. Но вообще-то говоря, это очень сложные методы тренировки. И мы довольно долго дискутировали, что это за методы тренировки. Достаточно ли верующему человеку внушить, что он будет в раю. Ведь по одним посланиям можно взрывать себя, а по другим нельзя. Это вопрос веры. Или же нужно разбудить в человеке волю к смерти. По нашим данным, когда работают с северокавказской средой, никаким образом не хочу демонизировать северокавказские народы. Это наши братья, такие же народы нашей страны, как все остальные. Но когда работают с этой средой, используются очень грубые методы. Прошу прощения, вплоть до насилия физического, после которого те женщины не могут уже дальше жить в этой среде. Или какого-то грубых форм другого насилия, не сексуального, войного или комплекса. На это накладываются психотренинги. В арабском мире или среди населения других частей планеты используются очень тонкие тренировки. В этом присутствуют психологи. Существуют специальные тайные мечети или тайные полигоны, на которых это делается. Вывод. За этим стоит много людей. Это не три и не четыре человека. Это система. Это элита. Это какие-то группы. Это нельзя сделать так, чтобы на Северном Кавказе, где каждый все видит и все понимает, особенно из людей, находящихся в элите, не знали, кто и зачем это привел в действие. Поэтому первый вопрос, который существует, обратиться к элите и сказать, ребята, во-первых, спасибо вам, если вы поможете. Во-вторых, если вы не поможете, то это значит, что вы знаете и не делаете. Как же это можно-то? Это же нехорошо. Следующий вопрос, который начинается, вопросы политические. Почему в течение шести лет ничего не было? Почему в течение шести лет Москве не взрывали и начали взрывать? Снова говорю, здесь волос не упадет без привлечения к этому делу радикальных, крупных элитных групп. Все эти шахидки, те, кто их ведут, сопровождают, строят логистику, добывают взрывчатку, тренируют. Ее долго надо тренировать. В тайных мечетях этим занимаются иногда по 6-8 месяцев. Человеке нужно разбудить инстинкт смерти. Но если ты в нем разбудил инстинкт смерти, то, простите, его очень видно по глазам. Его можно на фейс-контроле отличить от других. И этим тоже занимаются специалисты. Поэтому мы призываем только к одному. Не на охоту ехать собак кормить, не по трагической дате, а начать систематически исследовать суицидальный терроризм. Технологию приведения этих взрывов в действие. Так сказать, психику. Группы, которые этим занимаются. В конце концов, психологов, которые этим занимаются. Простите, но это специалисты. С высшим специальным образованием. Обычно такое образование, между прочим, даются не в вузах общего профиля, не на психфаке МГУ, а совсем в других местах. Я надеюсь, внятно выразился. И люди такие тоже на спецучете. Что же происходит-то? Почему мы не рассматриваем все эти аспекты и пытаемся описать это так, как будто несколько полудурков что-то сделали? Так не бывает. То есть бывает все. К сожалению, у нас взрывы могут произойти по весьма частным поводам. Переделы территории рынков или чего-то. Но мне кажется, вот всеми фибрами человека, который долго этим занимался, что это не так. Дальше начинаются так называемые экзотические версии, которые тут же начинают обрастать негодованиями, истериками, всем чем угодно, что вот где Патрушев, Николай Платоныч сказал что-то о Грузии, как он мог и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, он секретарь Совета Безопасности. То есть главное лицо, координирующее спецслужбы, которое перед этим очень долго было директором ФСБ. Отнестись к его словам просто с пренебрежением, очень странно для гражданина России. Либо надо сказать, что это есть там, неважно, инсинуация, гипотеза номер один. Либо это серьезный факт, гипотеза номер два. Давайте проверять обе возможности. Если это инсинуация, то это возникает на пустом месте. Потом Патрушев увидел что-то, обеспокоился, что это может быть, так сказать, ударить бумерангом по его друзьям и товарищам и перевел стрелку на грузин. Но, извините, это же не так. Разговор о том, что в Грузии готовят северокавказских террористов, начался не вчера, и не к дате. Он идет уже минимум 8-9 месяцев. И говорили об этом разные люди. Я, например, снятого с работы Еделева, очень уважаю. Я считаю, что это специалист хорошего качества. Он об этом говорил. Это говорили местные управления ФСБ по Дагестану и по другим местам. Это говорил Бортников. Это говорил, наконец, Патрушев. Значит, по крайней мере, ну давайте зафиксируем, что это цепь высказываний. Да? Зафиксировали? Теперь опять рассмотрим две гипотезы. Первое, что эти все высказывания пустые. Люди хотят нагнать страху или перевести стрелку на заграничного врага. Может так быть? Может. Но только давайте посмотрим на поведение грузинской стороны. Что произошло с знаменитым каналом Эмедиа? Это же произошло недавно. Мы что, забыли? Скажите, в мировой практике когда-нибудь что-нибудь подобное было? Это может быть, что СНН передаст, что Россия напала на Америку? Может? Да, и потом все, дирекция останется СНН, и все останутся на местах. Так может быть? Этого же не может быть. Да? Почему это там может быть? Это кто сделал? Это рука Патрушева? Каналом Эмедиа руководят Патрушев, Бортников, Еделев и другие? Или им руководит грузинская сторона? Она же фактически не разобралась с этим. Она сочла эту нормой, а это выпиющая эксцентрика. Раз. Что такое первый Кавказский канал? Ну давайте сейчас Россия создаст с другой стороны канал Голос не знаю чего. Аджарии, Месхетии, Менгрелии и еще чего-нибудь. Но мы же не занимаемся пропагандой как в эпоху Холодной войны свободная Европа, голос Америки и свобода. С той стороны создан канал для пропаганды антироссийской по всему Северному Кавказу. Руководят им одиозные личности. Идет один с другим скандалом. Французские спутники то отказываются это передавать, то не отказываются правозащитники, то кричат, что это зажимают рот, поговорят, что это правильно. Значит, есть этот первый канал. Первый канал создал Патрушев. Империалисты российские, люди, стремящиеся к войне. Дальше. Что такое недавно проведенная конференция по поводу признания геноцида черкесов? Инспирация соответствующего рода процессов на Северном Кавказе. Не мы же ее проводили, ее проводил James Towns Foundation, достаточно известный фонд, организованный перебежчиками, так сказать, из социалистических стран и все прочие. Значит, я хочу сказать только, что вместе-то все это тянет на какую-то более серьезную вещь. Упаси бог давать окончательные выводы. Но давайте присмотримся к картине. Если мы политологи, эксперты по суицидальному терроризму и так далее, давайте не делать поводом для, так сказать, своих высказываний великую трагедию, которая произошла, а давайте эту трагедию анализировать так, чтобы следующее не произошло, или по крайней мере шансы на неблагоприятное развитие событий были понижены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова